Когда эти люди подойдут к вратам рая, они закроются перед ними. Для человека его язык является большим испытанием. Своим языком мусульманин может совершать деяния, которыми заслуживает довольство Всевышнего Аллаха. Однако деяния языка чаще отдаляют человека от Всевышнего Аллаха. Грехов, которые человек совершает своим языком, очень много. В этом ролике мы поговорим о некоторых из них, чтобы человек первым делом отдалялся от этих грехов. «Ложь» – смысл лжи заключается в намеренном искажении истины. «Ложь» – само звучание этого слова вызывает ненависть к нему. «Ложь» и правда сходят с языка, а язык изрекает то, что находится в сердце, и приносит в наше общество разрыв отношений и вражду. От Сафуана бин Суйи передается, что пророка мирмы благословения Аллаха спросили, «Может ли мусульманин быть трусливым?» Он ответил «Может». Далее его спросили, «Может ли мусульманин быть скупым?» «Да, может», – ответил пророк мирмы благословения Аллаха. И, наконец, его спросили, «Может ли мусульманин быть лжецом?» Пророк мирмы благословения Аллаха ответил «Нет, никогда». Хадис передал имам Аль-Бай-Хаккай. Исходя из этого хадиса, можно уверенно сказать, что ложь страшнее трусости и скупости. Но, несмотря на это, некоторые люди превращают ложь и обман в шутку, а в шариате ложь даже в шутку не одобряется. Хула Хула – это упоминание человека такими словами, которые, дойдя до него, могут ему не понравиться. Неважно, идет ли речь о недостатках в его внешности, о его происхождении, семье, о его характере, о делах, о словах, о вере, о его имуществе, одежде, доме или домашнем скоте. Это то, что очень распространено среди людей. Ислам запрещает нести хулу, уподобляя того, кто это делает, тому, кто ест мертвечину. Всевышний Аллах говорит в Коране. Смысл. И не поносите друг друга за глаза. Разве кто-либо из вас пожелает есть мясо своего покойного брата? Ведь это вызывает у вас только отвращение. Сура Аль-Худжурат, аят 12. От Абу Саида Аль-Худри, да будет доволен им Аллах, передается, что пророк, миром и благословения Аллаха, сказал, «Кула хуже, чем зина». Его спросили, как кула может быть хуже, чем зина. Посланник Аллаха, миром и благословения Аллаха, ответил, «И если человек, совершивший зина, то есть прелюбодеяние, попросит прощения, Аллах простит его, а совершающий хулу не будет прощен, пока его не простит тот, на кого он возводит эту хулу». Адис передал имам Ат-Табаране. Как мы видим, хула по своей разрушительной силе ставится в один ряд с таким грехом, как прелюбодеяние, что говорит само за себя. Сплетни. На самом деле сплетни – это швыряние грязи в другого человека, чтобы опорочить его образ в глазах окружающих. С какой целью это может совершаться, и отчего человек испытывает такую непохвальную потребность? Вопрос остается открытым. Каждый может задать его себе и получить осмысленный ответ. От Анаса, да будет доволен им Аллах, передается, что посланник Аллаха, миром и благословения Аллаха, сказал, «В ночь моего вознесения я прошел мимо людей с медными когтями, которыми они царапали себе лица и грудь, и я спросил, кто они, о Джибриль?» Он сказал, «Это поедающие мясо людей в земной жизни, злословящие о них, и бесчестящие их сплетники». Адис передал Абу Дауд. Неисполнение обещаний. Одним из признаков приближения судного дня является исчезновение надежных людей, которые выполняют обещания и не поступают вероломно. Всевышний Аллах предписал своим рабам всегда выполнять данные ими обещания. Смысл. О вы, которые уверовали в Аллаха и его посланника. Исполняйте договоры, свои обязательства перед Аллахом и друг перед другом. Сура Аль-Маида, аят 1. Нарушение договора, неисполнение обещаний данного слова считается одним из опаснейших путей, приводящим человека к лицемерию. От Абдуллаха ибн Амра ибн Аль-Аса, да будет доволенными обоими Аллах, передается, что Пророк миром и благословения Аллаха сказал «Истинным лицемером является тот, кому присущи четыре качества, а отличающийся каким-либо одним из этих качеств, будет отмечен одним из свойств лицемерия, пока не избавится от него. Такими качествами отличается тот, кто предает, когда ему доверяются, лжет, когда рассказывает о чем-нибудь, поступает вероломно, когда заключает договор и допускает беззаконие, когда враждуют с кем-либо». Адис передали имамы Аль-Бухари и Муслим. Нарушение договора и невыполнение обещаний являются непомерно тяжкими грехами и проявлениями мерзкого нрава. Человек, совершивший такой поступок, становится противником Всевышнего Аллаха. Издевательство Издевательство и насмешки над человеком запрещены в исламе, ибо это наносит людям большой вред. Слова, содержащие издевательство и насмешки, содержат упрек в недостатках или пороках, даже если это выражается не открыто, а лишь в форме намека. Насмешки над людьми относятся к числу больших грехов. Всевышний Аллах в Коране говорит смысл. «О вы, которые уверовали, пусть никто из мужчин не издевается над другим, потому что тот, над кем вы смеетесь, может оказаться лучше вас перед Аллахом. И пусть никто из женщин ваших не издевается над другой женщиной. Может быть, та, над которой они глумятся, лучше их перед Аллахом». Сура Аль-Хаджурат, аят 11. Сквернословие. Сквернословие – это одно из самых мерзких явлений среди взрослых и детей, которые далеки от наставлений Корана и исламского воспитания. Сквернословие является порицаемым и запретным деянием, а в основе этого лежат порочность и низость. Сообщается, что посланник Аллаха, мир ему и благословение, Аллаха сказал, «Ни в коем случае не совершайте ничего непристойного, ибо поистине Аллах Всевышний не любит непристойного, нестремления к нему». Адис передал имам Ана-Насаи. Также от Ибн Мас'уда, да будет доволен им Аллах, передается, что пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал, «Верующий в Аллаха и его посланника человек, мумин, не может быть ругающимся, проклинающим, сквернословящим и высказывающим непристойности». Адис передал имам Ат-Тирмези. Человека узнают по тем поступкам, которые он часто совершает. Следовательно, тот, кто много говорит, часто ошибается, а у того, кто часто ошибается, уменьшается стыдливость, а у того, в ком уменьшается стыдливость, уменьшается набожность, а у того, в ком уменьшается набожность, умирает сердце. Некоторым людям все вышеперечисленное может показаться не таким страшным грехом, который заслуживает внимания. Но на самом деле язык человека совершает очень серьезные грехи, за которые Всевышний Аллах очень сурово наказывает. Тому, кто произнесет эти слова, Аллах простит грехи, даже если он бежал с поля боя. Верующему следует как можно чаще читать молитвы, которые избавляют его от многочисленных грехов. Таких дуа и аскаров, переданных от пророка, миром и благословения Аллаха, очень много. Одним из таких является следующая дуа. От Абдуллаха ибн Мас'уда, да будет доволен им Аллах, передается, что посланник Аллаха, миром и благословения Аллаха, сказал «Тому, кто скажет «Астагфируллахи ладзи ла илляха илляху альхайя лкайюма ва атубу илляйхи», «Прошу прощения у Аллаха, помимо которого нет иного Бога, живого, вечно сущего, и приношу ему свое покаяние. Тому человеку простятся его грехи, даже если он бежал с поля боя во время наступления». Хадис передали имамы Абу Дауд, Ат-Тирмизи, Байхакки и Хаким. В той версии хадиса, которую передают имам Ахмад и Ат-Тирмизи от Абу Саида Аль-Худри, да будет доволен им Аллах, сообщается, что посланник Аллаха, миром и благословения Аллаха, сказал «Тому, кто, укладываясь в постель, трижды произнесет «Астагфируллахи лядзи ла илляха илляху альхайя лкайюма ва атубу илляйхи», «Прошу прощения у Аллаха, живого, вечно сущего, помимо которого нет иного Бога, и приношу ему свое покаяние». Всевышний Аллах простит его грехи, даже если числом они будут равны пузырькам в пене морской, или если их будет столько же, сколько листьев на дереве, или песка в пустыне Алич, или если их будет столько же, сколько дней просуществует этот мир. Посланник Аллаха, миром и благословения Аллаха, учил своих сподвижников, да будет доволенными всеми Аллах, обращаться с этими замечательными словами к Аллаху, ибо они могут стать причиной прощения многочисленных грехов. Как видите, чтение этой небольшой молитвы не отнимает много времени, но тем не менее, тому, кто произнесет ее хотя бы один раз, согласно другой версии, три раза, Всевышний Аллах прощает многочисленные грехи. Стоит отметить, что в таких и подобных случаях прощаются только малые грехи. Что касается больших и тяжких грехов, то для этого необходимо совершение искреннего покаяния с соблюдением всех условий или снискождением Всевышнего Аллаха. А в том случае, когда грех так или иначе затрагивает другого человека, согрешившему следует загладить свою вину перед тем, кто пострадал от него. Если для искупления малых грехов существует много способов, то искупить тяжкие грехи труднее, и требуется искреннее покаяние, принося которое, человек должен не только просто раскаяться в содеянном и пожалеть о нем, но и прекратить совершать этот грех и вознамериться больше никогда к нему не возвращаться. Тем не менее, не стоит забывать о том, что даже у того, кто оступился много раз, есть шанс все исправить, пока не кончится его земная жизнь. Для этого ему потребуется искренность, усердие, готовность прилагать усилия и, конечно же, твердая вера и упование на всемогущего и великого Создателя. Человек ни в коем случае не должен отчаиваться и опускать руки. Всегда есть выход, всегда есть свет в конце тоннеля, всегда есть надежда на спасение, всегда есть Тот, Кому мы можем воззвать в любое время дня и ночи, и Он услышит нашу мольбу, Тот, Кто милостив к нам, Тот, Кто прощает нам очень многое. Тот, Кто милостив к нам,